Дорогие экофренды, всем здравствуйте! Вы знаете, мне встретилась такая очень интересная статистика, что вообще на планете Земля всего несколько процентов людей, которые следуют эко принципам, но этими принципами вдохновляют других. А я счастлива встречать много экофрендов в Беларуси, и они гости нашей рубрики. И сегодня у нас очередное замечательное знакомство. Я представляю вам экофренда Юлиану. Вы увлекаетесь таким экологическим движением, как плоггинг, то есть нужно бежать и собирать мусор в то же время, да? Вот расскажите, пожалуйста, об этом увлечении, насколько оно уже давно с вами, как часто вы в забегах участвуете? Я начала участвовать в забегах два года назад. Как только появилось движение, я поняла сразу, что это очень классное сочетание физической нагрузки и сбора мусора. И мне еще понравилось, что была такая идея не просто выбрасывать мусор в одну мусорку, а разделять его, потому что особого смысла собрать мусор с земли и просто выбросить мусор особого смысла нет, потому что все равно все попадет на полигон. А если потом все разделять, то мусор дальше будет работать и перерабатываться. Мы сейчас с вами находимся в красивом столичном парке. Вот вы, когда приходите в парк или, например, там в лесопарк или идете по улице, уже привито вот это ощущение, что надо собирать мусор, там нужно убрать или вы спокойно можете гулять? Вот у меня действительно появилась такая привычка, когда я ездила в этом году на Вилейское водохранилище, я уже заранее взяла с собой мешки, предупредила своих друзей, что мы будем обращать на это внимание. То есть мы взяли с собой мешки и собирали мусор там, конечно, не весь, потому что было очень много мусора, это очень меня неприятно удивило. И мы собирали то, что можно переработать, бутылки пластиковые, стеклянные и привезли домой три мешка мусора. Потом это все разделили, выбросили в соответствующие контейнеры. И теперь у меня действительно есть такая привычка, я всегда обычно, если иду на прогулку, выхожу с каким-то пакетом. Елена, мне очень приятно вспомнить о том, что мы уже рассказывали про плогин движения в Беларуси, Александр принимал участие также в нашей рубрике. Вы с ним взаимодействуете, да, сейчас вот с этим движением. И кроме того, есть и информационный повод для нашей встречи, да. Плогин в Беларуси решил наградить очень активных волонтеров, да, и вот вы среди них. Да, то есть активных людей, и которым попадались какие-то очень интересные находки. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Да, в этот раз был такой челлендж. Нужно было найти что-то интересное во время забега. И за 2 недели проведения забегов осенних 4 человека, которые нашли самые интересные вещи, получили призы. Либо самые активные участники. Вообще, были найдены у нас и паспорт, и монеты, и талоны, много интересных находок. Так как я в тот момент была свободна, не очень занята, я решила, что я буду использовать это время с пользой и побегаю, поучаствую в плогинге. И меня, как очень активного участника, наградили это призамет Volkswagen. Ой, здорово, как приятно. Еще такой вопрос, который мне хочется все время задавать людям, которые участвуют в плогинге движений. Вот кто-то бросает мусор, а вы его собираете. Вот какие у вас все-таки ощущения возникают? Например, есть какая-то злость или какие-то вот такие чувства? Или вы просто это делаете с какой-то благостью для природы? Вот мне интересно, что внутри? Ну, изначально, конечно, я злилась на людей и даже было немножко обидно за то, что люди не ценят природу вокруг. Но сейчас я понимаю, что это было, это есть и, скорее всего, будет, к сожалению. Но мне кажется, что, когда люди видят, что пробегает мимо них группа людей и подбирает мусор, им у них просто, наверное, рука уже не поднимется бросить что-то. И это их переучивает и прививает какую-то культуру поведения. Я надеюсь на это. И часто видела, что люди, которые сидят, наверное, на лавочке, они интересуются, ого, что вы делаете, а почему вы собираете мусор? И мы им объясняем, и, ну, я надеюсь, это с пользой на них влияет. Юриан, также интересно отметить, что вы много путешествуете или путешествовали, возможно, до пандемии, да? Да. И мне кажется, что для молодого человека это очень важно, вот, получать этот опыт в других странах, смотреть, как обстоит дело с экологией. Вот, возможно, какие-то принципы вас удивили, что-то вы привезли сюда, в Беларусь. Чего могли бы поделиться? Я могу поделиться тем, что три года назад я была в Германии в обмене, и мне очень запомнилось то, что у них есть залоговая стоимость на тару. То есть, если вы покупаете в магазине какой-то напиток в пластике или в стекле, там есть на него наценка определенная, но если вы потом вернете в Тарамат эти бутылки, то вы получите деньги обратно. Мне это очень понравилось. Также у них намного больше видов мусора перерабатывается, чем у нас. Кроме того, когда я была в Китае, я заметила, что у них мусор разделяется на две категории только, на перерабатываемый и не перерабатываемый. Это связано с тем, что люди пока еще не умеют хорошо ориентироваться в разделении мусора, и этот мусор, который перерабатываемый, их завозят на заводы, где люди дополнительно его сортируют. Но также я по Беларуси много путешествую, и в Беларуси во всех городах есть свои нюансы сортировки мусора. Например, какие-то виды пластика в Минске нет смысла сдавать, есть смысл везти в Гомель и в другие города. А вы прям так делаете, да? Собираете какой-то пластик и везете в другой город? Даже так делаете? Ну вот я знаю, есть люди в Минске, которые целенаправленно собирают пластиковые пакеты, ну маленькие, фасовочные, и везут их, если не ошибаюсь, в Гомель, то есть в тот город, где есть завод, и они принимают. То есть они сначала с ними договорились, что мы вам привезем от килограмма пластиковых пакетов, и тогда они перенастроят настройки в своем оборудовании и смогут переработать. Потому что просто так бросать фасовочные пакеты в сортировку, это не имеет смысла, потому что никто их не будет подбирать. Нужно насобирать большое количество, обычно это от килограмма, и это на самом деле очень много. Я знаю, что сейчас вы также получаете даже дополнительное образование в сфере экологии, то есть настолько вам интересна эта тема, и настолько вы хотите знать о ней больше, да? Да, тема экологии стала одной из важных тем в моей жизни. Я даже подумывала о том, чтобы получить второе образование экологическое. И благодаря немецкому университету в Берлине, который дал возможность белорусским студентам один семестр или два семестра поучиться у них в университете, я сейчас учу защиту окружающей среды и экологию на немецком языке онлайн, в немецком университете. О, даже прям на немецком языке, да? Ну вы языки вообще хорошо знаете, да, многие? Да, я закончила лингвистический университет, где я учила немецкий, английский и китайский. Про этот прекрасный парк я знаю, что вы сюда приходите каждое утро, это такой прекрасный утренний ритуал, да? Это правда, потому что я недалеко живу, и я очень рада, что у меня есть такая возможность ходить в этот парк, потому что зеленый свет и вообще природа очень успокаивает. Особенно в Минске из-за большого количества машин, очень много стресса, и вот утром мне это помогает как-то перезарядиться и настроиться на новый день. Я, конечно, стараюсь привычки это не изменять, приходить сюда постоянно, регулярно, в любую пару года и при любой погоде. И это очень хорошо мне помогает исправляться со стрессом и вообще отдыхать. Какие еще ваши эко-принципы? Мне кажется, что прогулки в парке каждый день это тоже хороший эко-принцип. Для себя в первую очередь, ну и получать все возможности от природы городской, это тоже важно. А вот что еще? У меня очень много эко-привычек. Например, я езжу постоянно на велосипеде, то есть я практически не пользуюсь транспортом. Куда возможно доехать на велосипеде, я всегда езжу на велосипеде. И благодаря этому я даже изучаю Минск, то есть если 3-4 года назад я в Минске не очень хорошо ориентировалась, так как я из другого города, сейчас я Минск очень хорошо знаю, потому что изучаю постоянно по карте, как мне куда доехать. Также я сортирую мусор и вообще просвещаю людей. И люди говорят, что я их вдохновляю на сортировку мусора, на ведение более эко-френдли образа жизни. Да, я этому очень рада. Здорово. Вообще очень интересно по поводу сортировки мусора. Вообще интересно по поводу вдохновения. Спасибо, что вдохновляете и нас, и наших подписчиков, и зрителей. А вот по поводу сортировки мусора, например, куда нужно относить какие-то виды пластика, может быть какие-то ваши такие лайфхаки, что вы уже для себя открыли. Например, там бутылочки от лекарств, люди не знают куда, или там тетропаки. Вот вы уже знаете, да? Да. Вообще обычно в каждом дворе есть контейнеры для пластика, для стекла и зеленые контейнеры для бумаги. А медицинские отходы, таблетки, мази нужно выбрасывать в отдельные контейнеры. Они обычно есть в поликлиниках. Есть такой сайт, Green Map приложение, и на нем указаны все ближайшие точки сбора отходов. То есть приложение смотрит, где вы находитесь, и показывает вам ближайшие места, куда можно сдать отходы, также батарейки, металл и еще много чего. Я благодарю вас за эту встречу, она была очень интересной. Спасибо вам. Спасибо вам, и вам удачи. И благодарю вас за такое бережное отношение к природе. Спасибо большое, очень приятно. Друзья Юлианы уверены, что она вдохновляет других людей следовать эко-принципам и любить природу. Мне кажется, это действительно так. Она вдохновляет. Пишите в комментариях о своих вдохновениях, эко-открытиях и эко-принципах. Будем делиться своими взглядами и мнениями. Конечно, ставьте лайки и нажимайте колокольчик. До новых встреч!